Привет, друзья, товарищи! Меня по-прежнему зовут Дарья, и в руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это новый выпуск! Моменты жизни Я знаю, как вы любите этот формат, естественно, я, как всегда, не успеваю выложить актуальным образом. От этого они не стали хуже, поэтому по-прежнему садись поудобнее и погнали смотреть! Моменты жизни Саша, нас заинтриговал, Бибрика пришла. Что ты там такое будешь делать? Отправляю. Так. А где родители один вижу, а родители два? Она уехала. Надо было написать маме, где наш корм. Мне кажется, вам нужно немножко подробности, что происходит. Вчера девочки забыли купить Биме корм, и она сегодня у нас без корма. Вот сейчас мы с Сашкой ржем аж до слез, но единственное, кому не смешно, это Бибрика. Сашка у нас такой мусовик-затейник, он даже миску нарисовал. Это Бибик. Мама, где наши кормы? У Сашки по-русски была пятерка. Да. Мы сегодня пришли, вместо Житлевана. Мы с своими знаниями, умами. Опять пошли играть в лист, но теперь от других создателей, куда я ходила. Опять мы Татар-Франд-Хаус. Мы неизменным, что традиция. Татар-Франд-Хаус. Ааа, это мы! Что-то так много народу, походу мы, друзья, не выиграем. Больше всего, и подойдем к человеку, который сделал эту фото, чтобы отдать ему эту кепку. Ну что, вот фото-чемпион. Нет, нет, уйдите на антидар. Спасибо за креативный подход. Кепка ваша, фото-класса. Давайте покропаем, порадуемся, поздравляю. Дайте идем. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытала сегодня. Играло сегодня 40 команд, и мы заняли 40 место, последнее с конца. Первое с конца. Это победа. Это победа, но с конца. Сейчас я сижу и думаю над вопросами, которые мы не смогли ответить. А у меня был вопрос, была восходящая создатель в 2006 году. Ее хотели по-разному назвать. Восьмое чудо света, агент 008 или ОВ-1. Я такая сижу и не понимаю. Но мы не смогли ответить на этот вопрос. Оказалось, ответ Александр Овечкин. И я такая сейчас с Машей говорю, Маш, блин, а почему вот его хотели назвать ОВ-1? Ну на английском же даже имя Александр не пишется, даже через Олександр. И он говорит, Даш, ОВ это Овечкин. И нас просто как вынесло. Я думаю, ну мы в принципе заслужены, заняли 40 место. Там все стартёры какие-то были, ты видела? Они пошлое поле не угадали. А мы пошлое поле мы отгадали, между прочим. Сегодня у нас игры продолжаются. Нам же куизы. Насколько хорошо ты знаешь свою подругу. Да знаете, как вот эти школа в демничестве? Будем сейчас узнавать, ведем кто что как. Поехали, второй вопрос. Знаешь фамилию и отчество ее Рудаков? У меня у тебя 16,5, а у меня 20. У меня у обеих, у девчонок, 20. Момент истины. У Маши 19,5, а у тебя 16,5. То есть вы все-таки подружки больше, чем со мною, да? В принципе неплохо, неплохо, девочки. Все-таки можно дружить. Все-таки подружки, да. А, да там же есть эти критерии. Сейчас будем... А, что мы? Слушайте, 16-20. Вы с первого класса вместе и за все, что вы делаете, отвечаете все же вместе. Сколько лет мы уже знакомы? Много. Четыре года в колледже и здесь четыре... Ну, с четвертого года, с первого, седьмой год. Восьмой год пошел, прикиньте. Я так долго с людьми еще не общалась, на самом деле. О, ты помните так делать? Я их тут батл пошел. Еще раз. Я ответила. Кай. У нас ровно второй, сейчас Сашка будет проходить. У Юлечки 18. Ага. Представляете? У Маршули 4,5. А у Даши 15,5. А у тебя сколько было? 18. Я не хочу с тобой, а... Ты со мной жил два года в одной комнате и меня меньше знаешь, чем Юль. Юль, не в твоей камень и город. Мы с ним учились в колледже. Вот именно. Сашка у меня 16 баллов собрала. Я говорю, я говорю, что Даша непредсказуема в ответах. Безенца. Моменты в жизни. Happy New. Приехали в Раймерлен, чтобы купить краску, потому что я хочу покрасить. Стол и стулья наши вот красивые, чтобы было прям в единой стилистике. Ну, естественно, мы где-то залипли на цитках. Но там был матушкин рай моей. Она меня любит. Рорхадеи. Так, ну мы в тот раз смотрели что-то из вот такого на Пинтересте, да? Вот эти вот и вот что-то из этих. Я вот этот вам показывала. А, ну да? Тут нужно стоить. О, по 43 рубля, это к душу. Проблему высчитать, чтобы была у нас краска одна тонна. А, ну по сути, один литр на 100 миллилитров. А это что? Это как это? А, это один из десяти. Так, а белой краски нам сколько надо? Два литра. Ну вот отсюбит на два литра. Мне еще нужна какая-то база под краску, чтобы... Ну, Вико... Грунтовкой какая-то? А, база? Ну, база, чтобы любые салоны сразу. Это база. Это вот база. Хорошая идея, первый раз об этом слышу. Я просто смотрю школу ремонта. Ну, вы что из школы ремонта? Монтик немножко под салями. Или намоталась, чтобы... Не нюхать, потому что это химия. С сионами серебра что-то поверил. О, с сионами серебра. Дерево сахарка два часа. Ой, ну хорошо, она подходит. Ну, смотри, литва краска. А, вообще-то я покупал такую. Зачем? Стены красить. И ты покрасил? Кстати, кстати, возьмем. И вот это красить стены. Она белая. Супер белая. Бля, я тебе белую стену красил. Ну, я пока не знаю. Что-то здесь, что-то здесь. Там, кстати, вообще здесь вот этого звука вообще нет, да. У меня послушала, да что-то там было. Давай последний, она прям его вот прям аж прям прокрики. Кричит, хорошо, да? Так, что же сегодня в нашей передаче? Юля, давай, ты ведущая. Твой микрофон. Добро пожаловать на нашу новую телепередачу... YouTube-передачу «Школа ремонта». Сегодня в нашей программе обратился клиент. Не устраивает их стол и стул. Где стул? Задача наших мастеров такова. Мы отгрунтуем стулья, покрасим их в цвет. Отшкурить стол. Ты там крошки собираешь, что ли? Загрунтовать его и тоже покрасить в цвет матовый. Какой будет цвет, вы увидите в конце передачи. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Давай еще раз, не переключайтесь. Саша, я не ожидала, как он остался. Обезжирим сольвентом. Загрунтуем грунтом, покрасим краской. Готово. Запашок. Я не знаю, что лучше, Саша свечка или спашок? Ну, думаю, это хотят поприятно. Ты что, охренела? Печаток у нас, конечно же, юбка. Мы профессионал, нам не лучше крепится. Ну, учитывая, как он маникюрными ножницами разрезал коробку, думаю, да. Печатки, да, бозеров. Саша, возьми нормальные ножницы, в столе там лежали. Они вот эти маникюрные. Я маникюр тебе отрежу? Новичок. Делитурничка. Пока Александр разрезает коробку. Треботливая работа очень. Чтобы вы понимали, чтобы не повторять два раза подряд, мы делаем вот так вот. Вот так вот. Уже, в принципе, хорошо ложится слой, а это только первый. Ну, можно уже так оставить. Ну, почти. Саша сейчас пошутил о том, что сейчас у нас происходит школа ремонта. Потом будет перерыв, пока это все сохнет. Грунтуется на другую передачу «Идим дома». И сегодня целый день передач НТВшных передач. Главное, чтобы потом докриминалить. Следствие вели с Леонидом Каневским. Камера, что ли? Принимает работу. Все правильно. С первым слоем мы закончили. Теперь оставляем все это дело набухаться на два часа. Через два часа уже будем завершающий слой наносить цвет. Юль, какой интересный ракурс. Выглядит уже очень солидно. Кисточки надо куда-то положить, чтобы они засохли. У нас есть вот такая бутылочка воды. И поэтому по глуточку, по кусочку все попили. А ты по этому дала по пищу? Ты дала, чтобы я, как бы, наплевать. Да, вот и баланс, именно так. А ты напилась? Мне кажется, нет. Сашулькин вот хорошо насадит. У него выдержка. Долго, много пьет. Мы уже тут по третьему кругу пошли. Что ты тут, ну, говоришь? Планы опять прикидывают у нас новую рубрику. Вот сейчас будет очумелые ручки. Так же сделай так. Емкость для кисточек. Берем бутылку. Предварительно ее выпили. И сейчас нужно где-то вот так вот нам отрезать. Как будто братья в фильме. Ага, в фильме у нас сегодня три рубрики за один. Сейчас у Сашки контрольная закупка еще идет. Он покупает для супа ингредиенты. Вот и все. Ну вот это мы подправим сейчас. Пожалуйста, емкость для хранения кисточек. Чтобы не порезаться, можно подпадить края. Ну, не настолько у нас. Зная нас. Мы под штук мошкурим. Плавно одна рубрика пришла в другую. На этот раз у нас идет «Едим дома». Обычно Юля, кстати, была крователем этой рубрики. Сегодня у нас французский шеф-повар Алекс. Готовим тыквенный крем-суп и пиццы. Сейчас все готовим. Я вот не знаю, как так получилось. Мы что, взрослеем, что ли? Готовим дома. Материальное питание. То есть все, что все нападут. Забрали питание. Да. А что там? А что там? Огурочки все свое. Холбаса по акции. Все свое, все свое. Праздновали Хэллоуин. Вот этот вот сатанинский праздник. Вы видели? Мирашний. Новость, что женщина начала орать. Да, в перекрестке. Хотя, между прочим, у меня был лессон про Хэллоуин. И оказалось, что Хэллоуин вообще пришел с языческого праздника. Раньше твой праздник делал лето и зиму. На волосы тут полились на руках. Саш, ну, по-моему, не надо тебе сегодня готовить. Хэллоуин, как вы? Ты меня просто так в растерянность вела. Решила заморозить остатки нашей чудесной тыквы. Сейчас я ее чищу, чтобы потом на зиму мы могли сделать, например, тыквенный пирог. Который никто, наверное, из нас есть не будет. Но факт остается фактом. Все крутится, вертится. Еще, помимо нашего тыкви, у нас по крупе пюре. Саш, выкин... Вот чебуреки. Ну, не совсем. Это пицца-чебуреки. Чебу пели жесть. Думаете, как же провести чудесный выходной день? Покрасить. Студе, стол, приготовить еды. Самое интересное, чуть не попустили. Еще не влезет только чесно. Ну, прямо... Ну, сейчас еще жижу туда добавим, будет хорошо. Включаем. Во, пошел процесс. Прям на финишной прямой. Покажите, пожалуйста, этого нашего шета. Токарева Айю. Ну, у нас прям получается реально крем-суп. Все хорошо перемешаем, чтобы впитались все сливки общества в наш легендарный суп. Первая проба. Я скажу, что тыквой тут не пахнет, но крем-суп есть. А я тебе говорила. Нет, тыква чувствуется немного. И по соли хорошо. Смотри как. Обратите внимание, как она попробовала. Приятно, попробуй. Нет, вкусно, правда. Саша, не слюнь ты чувствуешь. Ммм, так аппекально. Вкусненько, да? Приятно, да? У вас, наверное, возник вопрос, почему же мы все стоим и едим стоя, Юлечка? Потому что наши стулья все заняты. Смотрите, как это еще выглядит сейчас у нас. Как старые лучшие добрые времена. Моменты жизни. Ой, он пахнет мочой. У нас подсохли наши стулья. Но перед тем, как их покрасить, мы подготовим нашу красную основу. У нас есть белая краска, в которую мы будем разбавлять. Отличная краска. Колорант. Матовая. Добавляем. А вы рассчитали? Да. Чем мешать будете? Даже не знаю. Профессиональная тайна. Загадка. Ну, действительно, вы профессионалы, сразу вижу. Мы тут снимаем еще эти залипательные видео. А почему она серая какая-то? Сделаем видео для ТикТока. Ты красивая, она очень, я не могу. Слушай, очень симпатично. Все до единой капельки. Пока что этот цвет вагон в метро, который такой есть. Старый, да, 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 или подъезды. У меня нет юмерских корней, насколько я понимаю. Все до капельки, все до капельки. Тебе. Видишь, сколько это? Там не капли, там струя. Все, ровно 80. Прикинь, прям ровно. Прям ровно 80? Прям ровно 80. По инструкции. Глоталмат. Это глоталанский. Ну, ложится хорошо, стелет в проверок четко. А вы точно есть? Я точно учитель. Ну, вы из НТВ, по сути, да? Ну, отлично, отлично идем. Каков итог-то получился? Вот, смотрите, стульчик ребятки покрасили. Стульчики уже высохли. И причем самое забавное, что подходит тот цвет моего 8-хады чехол. Ну, вообще, бомбит о космос. Ну-ка, Маша хотела убрать эти штуки. Маша, у нас стол новый, крашеный. Не бит, не крашен, Маша. Блин, прикинь, сейчас его только покрасили, а он сейчас просто развалится. Слушай, оболтался. Ты что-то как-то легче-то не стала, Маша. А он такой был? Да. А Юля ради этого момента помыла голову и накудрилась, потому что, наконец-таки, ура! Сегодня у нас с вами 8 ноября. Уже есть чипсики со вкусом и корочки. Выходит только для Нового года и приятный вкус. Еще кола черноголовкой запить вообще будет. Ну, дай затестить. Понюху сначала. Скажи, да? Горечь какая-то. Не, ну я попробую, конечно. Вот какой год был, такой и Новый год. Саша, ты что, дома все это время был? Ты кровь жила? Да. Ненавижу ее. Обожаю. Давай, ты же попробуй еще раз. Затестим второй раз дубль. Да шо, шер, блядь, там она просто жрет. Хоть, не так аж. Я все равно рано. Хэн, маленький с ног. Маст, он такой, знаешь, внутренний гомофоб. Я маст, никаких этих, он или другие прилагательные, прочее, после менящие. Шут, он такой хороший, он такой шут. Манерненький немножечко. А уилл, уилл такая мягко звучит. Уилл, вот, поэтому мне очень нравится уилл. Что насчет ууд? Ууд, ну вот он такой, знаешь, как будто... Деревянный какой-то. Я поняла, шутка противника. Я каламбурчила такой. Какой-то ни туда, ни сюда, я про него все забывают. Как-то ему не верят, как будто. А кут? Это вот, знаешь, вот и кут, деревенские ребята какие-то. Ну потому что они шестерки от Уилл и Кен, это вторая форма. Они натур, давай так, натур геи. Такие, блин, обычные. В общем, друзья, что ни день, то у нас в развлечении кому за 20. Сегодня какое-то странное состояние. Погода мерзопакостная, это раз. И у нас у троих сегодня как-то кружится голова. Очень странно, хотя у меня ничего не болит. У Сашки тоже что-то голова крутится с ходуном. Я говорю, Сашка уже померил. Сказал, что у него высок. Говорит, померь ты тоже. Говорит, я не хочу мерить, потому что я а то расстроюсь, и станет еще хуже. Моя мама, я сегодня маме звонила, она сказала, что какой-то там Меркурий, всякие затмения. Говорит, не ссорьтесь, не ругайтесь, можете плохо себя чувствовать. Слушай, нормально, соединился на 88. Это вообще идеальное давление. Сашка, просто, видимо, работать не хочешь. Что ты приперлась? Сашка купил кофемашинку, ему сказали сегодня достать, не доставили, и он накатал жалобу. Это информация. Вы что-то конфиденциальная. Ты зачем это разглашаешь? Сашулька расстроен, и он неудовлетворен. Огорчен временем. Я просто выбиваю кэш. Что-то из 700 рублей еще сэкономит. Он купил с какими-то там бонусами, акциями, сейчас 11-11. Я не могу ноутбук купить. Машулька наконец-таки созрела купить себе ноутбук. И дает перевести через СБП от суммы у Яндекса. Да, и она хотела кэшбэк, который вернется в 7 тысяч, уже потратить на все какие-то вещи. Наверное, уже думала. Знаешь, почему? Почему? Максимальный 14 900. 15 тысяч, наверное. Да. Сашка сегодня с утра меня разбудила, говорит, что он очень купил кофемашинку. Купил кофемашинку за 700 рублей, а так она соло что-то в районе 5. Всегда он сэкономил все, и мы завтра планировали. Ну, это акция Сбербанка. И мы с ним договорились пойти на бонус видео, купить всякие капсулы. Нет, мы пойдем сразу. Сам заказ нужен был именно 11-11. Ну да, я кэш выбиваю. День доставки у меня сочли положительно, однако. Итак, я очень огорчен, как постоянный клиент Яндекс.Маркета, подобной ситуации. Так как, первое, меня проинформировали некорректно о сроках доставки. Второе, я потерял свое драгоценное время. Прошу разобраться в данной ситуации. Очень печально, что мне приходится эскалировать вам данную проблему. Что такое эскалировать? Ну, типа, например, передача на руководство. А что не написал, что, типа, ну, бонус? Я жду, пока они ответят. Они скажут... Я скажу, кэш? Купон, промокод? Купоны, промокоды. Некорректно. Они сколько раз так делают? Нет, сегодня нет, не получится. Завтра так же с 14 до 22. Я что, на лоха мамонта, который не выбрит, похож, что ли? То же самое и завтра могут сказать то же самое. Что типа, мы не успели. У меня так было с стулом. Я хотела купить себе нормальный стул. В итоге они мне его не привезли и деньги не вернули. Но мы все равно купим капсулы, попьем. Дед, завтра он... Все, пойдем, придем, купим. С наггетсами во рту Машка объясняет, что происходит. Я пытаюсь перевести большую сумму рублей. Большую сумму рублей. Машка хочет сегодня купить у нас по скидке в Яндекс.Маркет. Уже они купили, скорее всего. Вот, и я, короче, перевожу, мне пишут, типа, эти реквизиты банка. Типа, перевожу 10 рублей, они переводят все нормально. 50 тысяч не переводится. В итоге звонил Сбербанк, а им кажется, что это проблема не на их стороне, а на стороне Яндекс.Банка. Звоню Яндекс.Маркет.Поддержка, они говорят, нужно в банк обращаться. А у них нет номер телефона, только чат-поддержка. Дай понюхать, она только понюхает. Она понюхает, она не будет есть. Конечно. И новый запахнул. Теперь она все ест. Ну, спасибо. Нежнятинка. В нашей семье все едят Макдональдс. Сашка у нас сделал чистку зубов. Ну, показывай, улыбаемся. А, что поменялся? Он зуб почистил. Это упало. А что такой красоты? До зуба эта фигня, когда вибрирует, там дотрынется так неприятненько. Так-то, ну, хорошо. Ты что, зубы нет? Я, прикиньте, спустя несколько лет знал, что у него ползуба переднего ест. Мы сколько лет в колледже были знакомы, мы уже два года жили вместе. И я такая говорю, Саша, а где у тебя ползуба? Он говорит, так у меня с детства его нет. Моменты в жизни. Что там калорий? Ну и что? У тебя белочка твоя там. Ну и что? Ты вкусно вы. Кстати, кому знает. Ну, попробуй. Она хочет мой роскошный германский шоколад Литр Спорт променять на коммунарку белочку. Я посмотрел. На сайте раскачество рейтинг шоколада, оценку по критериям. У этого шоколада рейтинг 5-0. А у твоей коммунарки, я специально нашел коммунарку, у ее коммунарки 2,80. А что, нормальный шоколад? Ну, одну дольку дай попробовать. Блин. Одну дольку. Одну дольку. Держи, Маш. Одну дольку. Машка, ты чего? У нее кариес. У тебя нет кариеса. Всем, кому есть кариес, то ты не я. Блин, ты будешь шоколадку? Как так? Ну, я буду с Аюлей. Он даже такой вкусный. Ну, приятно. Скажи такой, молоченький. С рюшками. Кошью. Новинка. Дашь такого еще не пробовала. Защита от пидорасов. Вот от нее. Что домой не принесешь? Дашуль, ну, можешь попробовать. Она уже попробовала. Она уже открыла, разлила, поела. Вот эта штука. Танат Даши, чтобы она на холодильник убрала. И там все глижидация работала. Саша, он сейчас плакать начнет. Да не буду я плакать. Просто я вчера списяк тебе пронесу. Все, пока. Спокойной ночи. Одесса, Микба. Хорошо, как. Ну, хорошо. Здорово, классно. Я очень рада за вас. Вообще. Всего хорошего. Но нет больше. Это Риттер Спорт. Угу. Мне, вот я коммунарку, вот вообще мне не жалко тебе. Сашка, все, иди. Не, мебельер. Он говорит, дай другую возьму. Еще выбирает. Ну, осталось в твоих ручонках. А че, где у меня орехи-то? Один орех какой-то с нами попал. Все, ожидала большего, на самом деле. Ну, девочки больше орехов. Коммунарки-то. Сашка, коннект произошел. Коммунарка у кушкой. Че, как тебе? Я уже чувствую, знаешь, когда он тает, начинает, как это? Масло такое. Ну, завершилась эта эпопея. Дальше густо. Будем лата делать, да? Учитывая, что у кофе с тобой напьем. Друзья, это такой трэш. Сашка же заказал вот эту вот кофемашинку, а ему пришла не та модель, которую он хотел. Сейчас он с Яндексом разбирался, в общем, мутхи. Его послали, сказали, сам разбирайся с нашего косяка. И оказывается, что штрих-код налепили не на ту упаковку. И сегодня оказался другой человек, Тархимов Сергей. Они перепутали. Помнишь этот анекдот про лупу и пупу? Они пошли получать зарплату, но в канцелярии перепутали. И получилось так, что лупа получилась за пупу, а пупа за лупу. А как детей в роддоме это перепутывают вообще? Так, капсулы, капсулы, если они там. Очередная коробка в нашем шкафу. Походу нет, даже не положили. Могли положить. Могли положить, это было. Попейте бибру, водичек, попейте. А я тоже чья-то чья-то чья. Мы же стоим 40 минут, ждем автобуса, чтобы поехать за макощинскими всякими капсулами. Держимся и греемся как можем. Машка там стоит в углу и говорит, что ей холодно. Я говорю, надо двигаться. Так надо топать. Топай. Я топла. Пошли сейчас с Галамар, Саша. Вы посмотрите, что тут есть. Ну вообще космос. Ну, Маша, анбоксинг. Ну давай. Смотри-ка, покупает такой же телефон, как у меня. Этот, как у меня. Я отец в океане начала. Ой, он светлый. Такой маленький. Кроха, little baby. Красивый. Давай так еще. Блин, красивый. Ты нравится? Нравится. Какие подбородок тут. Ну смотри, как тебе. Одиннадцатая это Windows. Пока не очень непривычная. Сашка сказала, что это лучшее винта, потому что она сделана под мак. Она не под мак сделана. Я сказала, что она сделана элегантно. Очень красиво, все элегантно, воздушно. Моменты жизни. Смотрите на девчонками. Помните по моментам жизни за июнь. Арина взяла, что ты хотела сказать? Очень остро. Арина прислала такую игру. Она похожа на тот звук-карт, в котором мы играем с ребятами. И так. Вскрываем. Прочитали сначала, друзья? Давайте. Раз, два, три. Ой. У нас так. Помоги, помоги. Когда показал бабушке мем, и теперь она спрашивает, это твои друзья, ты их знаешь? Честно, карта хорошая. Какую выбираете? Мне нравится кирпичная стена. И вот эта мне еще тоже нравится. Мне тоже нравится. Да. Марин, твоя опять? Будье. Все, она. Все, она. Победительница. Вы уже играли в эту игру? Да. Ну, значит, у вас уже есть скилл. Марин, ты поняла, походу, как играть? Да, я просекла фишку этой игры. Хорошо играть, кстати, с ребятами. Хотели купить, но что-то не купили. Подумали, что она на один раз. Все, я пошла дальше тусить, а вы смотрите дальше моменты. Сейчас Марина такое закинула. Камень, ножницы, бумага. И мы с Дашей поставили колодец. Смотрите, значит, камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода. И бутылка лимонада. Вот, раз и два. Я там колодец, мы так и не поняли, что это. И пишите, пожалуйста, в комментариях. Я часто его ставлю. Так я тоже, я всегда ставлю колодец. Можно накрывать колодец? Да. Я не знаю. Пишите в комментариях, ставите или вы колодец. Кто первым ставите, когда играете в камень, ножницы, бумагу? Потому что Арина сейчас поставила ножницы, и ребята тоже всегда ножницы ставят. Это там франкхаус, мы не понимаем. Мы вчера как-то так договорились, что пойдем проходить квест. А я же уже проходила с Юлей. И сейчас они ищут захоронение. А я стояла около него. И Марина прямо сейчас ко мне пришла. Говорит, ну, тут это уже не то. Типа, это не то, надо идти дальше. И она пошла дальше. И тут, прям тут, типа, около этого захоронения. У каждого есть своя какая-то модель поведения. Сегодня я как учительница, Марина вот очень заинтересована прохождением. Арина просто ходит что-то там. Ты деребаться. Я, знаешь, так особо не стыкнуваюсь. Я уже отправила им помогалку. Марина не утепляет. Они не понимают. Давай, давай. У тебя есть прям очень горячо. Это он, да? Деребаться. Это он. Я уже тут стою минут пять. Я-то могла бы помочь. Поглянки такие не ожидали, понимаешь? Ну, это квест. Марин, видишься? Вот. Скажите честно, ты была очень близка. Ты прям стояла рядом со мной, Марин. Что? Представляешь, Марин? Ты кто? А, ну-то вчитываться надо было, оказывается. Скажу честно, это самое было сложное одно из двух заданий, которые мы проходили. Марина, ее не учат вообще ошибки. Она говорит, не буду вчитываться и ушла. А это кто? Проблема в том, что очень старые нангроби, и там не видно половину букв. Приходится как-то под наклончиком вот так вот смотреть. Правильно. Вы, блин, прикалываетесь, что ли? Когда я проходила, вообще ничего не видно было. Сегодня как-то почетче, потому что... Арина сказала, я сказала, не буду вчитываться. Арина пошла вчитываться. Там проблема, под наклоном приходится смотреть, потому что букв вообще не видно. Ситуация примерно такая, что пока что... Я прилетела в Москву, сказала сказать, в Питер по привычке. И я поздала на час, потому что наш рейд задержали на час. Я нахожусь вообще в Домодедово. Домодедово, как я поняла, считается вообще еще с другим городом. Зарина, ты по дороге в Шереметьево, а мы в Домодедово, Зарина. Это меня, конечно, не радует, но зато никаких новостей в интернетах я не видела, не считала. Может, пройдет в этот раз действительно все хорошо. Посмотрите, что происходит. Сегодня еще такое ноябрь, как бы уже тут снег. Тут как бы зима, а я не особо-то по-зимнему и выгляжу. Например, вот, и вот, в зимних сапогах. Что за москву навыросли? С девчонками встретилась. Опоздала на полтора часа. Благодаря Домодедово и уральским авиалиниям. Рассказывайте, что новое, девчонки? Мы в Пагелье очень вкусный кебаб. Это становится традицией, что каждый раз кто-то из нас едет в Москву. Или я, или Ангелина. Мы тут живем, да. Девчонки-то живут, просто мы как бы встречаемся. Мне это прям радует. Учитывая, что вроде бы у недавно виден. Это очень прекрасная традиция, поэтому скоро мы что делаем? Едем в Питер! Да? Сейчас Карина мне поверила, что эту кружку ей дали за год работы. В изстательстве. Как вам такое? Это того стоило, я считаю. Ради кружки работаешь? Она не зря издастится работать. Книжоночки свои. Ну-ка сюда. Вот это я украла буквально на днях. У нас, короче, есть шкаф, в котором, скорее всего, можно брать на время. Но время... Время, конечно. Вот такую книжку. Честно говоря, я бумажные книги не читаю. Я их беру просто потому, что, ну, чтобы были. Мне нравится. В основном красивые покупаю, да? Вот, красивые. Потом вот такую. Про Корею. Не очень симпатичная, но я ее хотела прочитать, еще не прочитала. Тоже хочу прочитать. Почему? Потому что... Что ты все хочешь читать, ничего не читаешь. А я бумажные не читаю. Я их покупаю просто, чтобы были. Есть вторая жизнь. Уве, пожалуйста. Я ее читаю наполовину, но она у меня такая, знаете, вот иногда под настроение хочется что-то такого теплого почитать. Ее читаю. Это, короче, одна из детских редакций, где я работаю. Мне подарили такую закладку. Так, а тебе еще закладка? Ты когда-то, на год, под какой работой тебе подарили? Это мне на месяц, можно сказать. Ну, просто с самого начала. Потом есть у меня такая открытка. Казалось бы, ничего особенного, но тут написано послание от одной из моих любимых авторок. Потом, мои самые любимые. Я заказала даже сегодня еще одну книгу этого автора. Его зовут Бром. Художник изначально, достаточно известный. Он начал писать книги. Книги у него такие ужасы, типа. Вот я ее начала, тоже чуть ли не так. Хотя она интересная. У него есть еще «Похититель детей». Это моя самая любимая книга. Вот я ее до конца читала. И смотрите, самый прикол в том, что внутри тут есть, например, вот. Это все его рисунки. Моя любимая, знаете, какая? Смотрите, как красиво. Я смотрю, тебе больше как-то фэнтези, да, нравится? Ну, как бы у меня так, по настроению. Но я же их не читаю, я их просто... Ну да, мы все как коришка. Пишите крестик в комментариях, что вы такие же, как Карин. Нет, я читаю электронные книги. Я покупаю бумажные просто потому, что некрасивые. Напоминаю, Карина сработает в издательщиках. Ну да, меня окружают книги, но в любом случае. Вот эта Оксана Алексеева тоже одна из моих любимых писательниц. Я ее читала уже давно. Но у нее очень приятные истории, вот. Я вам советую реально ознакомиться. Они такие добрые, милые, вот прям отвлечься. И я эту тоже, кстати, украла с работы. Коришка, ну ты вообще решила по всем взять. Да, потом вот это по писательству книга, но не читала. Следующая книга, я думаю, многие слышали про нее. Я ее пыталась читать. Опять не прочитала, короче. Я из этих практически ничего не читала. Название, да? Цветы для Элдернона. И у меня тут хранятся... А ты сама это положила туда? Да, у меня тут орхидея есть, я вам покажу. Выпали цветы, я думаю, блин, надо засушить. Ну и как-то так. Книга девушки, на которой я подписана в Инстаграме. Я ходила даже на презентацию книги. У меня тут есть... Смогров? Yeah. К сожалению, пока тоже я ее не начала читать, хотя все планировала. Так жалко. Как-то все не доходит. Ну, проблема. Потом серия, блин, очень интересная. Я ее прочитала, но вернее я ее прослушала в аудиоформате. А книги купила, потому что мне понравилась серия. Все, это всего лишь все мои книжки. А я хочу вам рассказать одну историю, что корешка попала в видео к Энтони Юлаю. Ну-ка, расскажи-ка, расскажи-ка. Что ж, у меня, значит, был канал в ТикТоке про писательство. Кстати, очень хороший канал. Я знала, что это случится. Кто-то написал в комментариях, типа, вы тоже от Энтони Юлаю? Я такая, что? Так не стоит начинать свою книгу. Ложная интрига. Как минимум, он удивится. И не в хорошем смысле. Очень заезжено и горячо нелюбимо. На самом деле, эта девушка буквально сказала всем. Если вы когда-либо хотели написать книгу, не надо. Ну, он тебе даже не хэть. Ну, между прочим, ты бы не выдержала. Я бы просто разогрелась. Энтони Юлай считается самый крупный книжный бук-блогер на русском язычном ютубе. Давайте цветы покажу. Мама, смотри, у нее орхидея. Да, вот, у меня была тут еще одна ветвь развития, вот. Но я ее отрезала. Потом фиалки. Она мне не перестает цвести. И посмотрите на это чудо-чудо. Посмотрите на это. Ну, они некоторые сохнут. Это нормально. Они кудрявки, да. Потом в этот цветочек. Вы посмотрите. Красивый, да, здоровый цветок. Я, вы знаете, вот таким купила за 137 рублей. Было жалко. Этот раньше был одним цветком. Потом он начал чудить. Я его рассажила. Он вообще просто с ума сходил. Я не понимала, все было хорошо. У него то желтый. Честно говоря, вот они у меня все на сухопайке. Вот не хочется жить, не надо. Я не заставляю. Ваш выбор. Это только ваш выбор. Надо, кстати, смотреть, бутылочка. СММ? БДСМ. А что это такое? Бываю, на форуме раздавали. Ну, короче, надо набрать воды и палить. Ришке, спасибо за обзор книг и цветов. Пожалуйста. Обращайтесь. Моменты в жизни. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В самом разгаре идет работка. Мучаю людей играть и петь одновременно, еще со счетом. Ну, в принципе, хорошо. Идем все, пока счастливы, все живы, здоровы. А я сейчас нахожусь на Дикой Мэдэкэмп. Сегодня у нас идут целый день мастер-класса по Укуриле. Привет, я Коробка, и я пишу песни. И она, между прочим, придумала композицию, сегодняшний гимн. Гимн сегодняшний день. Правда, не этот, не... Другой гимн. Другой гимн про сегодняшнее мероприятие. Мы хотим показать, что у нас в итоге получилось. У нас вечер укулеле, мы отлично посидели. Знаний получили море, весь ты поиграли, цоя. Изучили аккорды бой, теперь можешь петь со мной. Укуреле нам постичь, помогла Даша кирпичь. Моя песня. Укуреле нам постичь, помогла Даша кирпичь. Укуреле нам постичь, помогла Даша кирпичь. Укуреле нам постичь, помогла Даша кирпичь. Это как бы одна большая комната, но разделена перегородкой. Я сначала это не заметила, а потом мне сказали, что это один большой дом. Здесь живут организаторы обычно, гости, сотрудники, кто остаются тут на ночь. Потому что кто-то с Калуги, кто-то с Тулой, и кто-то ездит туда-сюда, как на работу. Поэтому здесь тоже комната. Ну тут прям живут люди. Туалетик с ванночкой. Тут еще комната. Тоже комната красивая, кстати, видит. Как я поняла, это называется модульные дома, что ли. И это прям такой большой дом. Он пока один. А мы сейчас соберемся с вами, я покажу на улице, какие остальные дома есть. В целом тут тепло. Здесь комфортно, уютно, хорошо, прям не давят. Отлично, учитывая, что мы где-то в поле в Тульской области. Вот, кстати, как дом выглядит этот снаружи. Между прочим, тут есть такие террасы наверху. Сейчас пойдемте немножко прогуляемся, покажу вам, в принципе, что это за место, что это за зона. По прошлому опыту вчерашнему, я поняла, что нужно утеплиться, поэтому наделась в шапку наркомана, как говорят мои ребята. Снег выпал за ночь. Ну, смотрите, когда я приезжала, столько не было, а тут уже прям, ну, нормально, можно чистить. Тут есть вот такая вот аллея со всякими деревьями посаженными, и у каждого дерева есть имя. Например, это Максим. Ну, тут, в принципе, имена тех людей, которые часто выступают на дикомяте. Есть дикомята, это прям фестиваль огромный, крупный. Он всегда тут проходил, просто до этого фигвамов особо-то не было. А сейчас сделали еще каждую неделю, каждый выходной, уикенд определенный, какую-то тему. То есть вот сегодня укулили кэмп, на следующей неделе будет там что-то с пейзи связано. Есть еще такие фигвамы, они маленькие. Сейчас там никто не жает, потому что они не особо отапливаемые. А как бы зима сейчас наступила? В этот уикенд живут в этих вот домах и вот в этом большом. Передо мной сейчас сцена, и как мне объяснили, когда лето и тепло, и хорошо, тут артисты уступают и смотрят вечером на проекторе фильмы. А еще вот сейчас ограждает лес. И он искусственно высажен, потому что здесь роза ветров вообще дикая. Если бы этого леса тут не было, тут бы все к ходуному так вот ходило. Тут есть очень интересные штучки. Эти вот всякие сооружения архитектурные, мы сейчас к ним тоже поближе подойдем. Тут можно шашлычки, книжки, все дела. Это вон тот вот баннер СТС посреди поля. Итак, смотрим. Раз сооружения, два сооружения. Сам по себе кэмп возник абсолютно недавно. Это было то же самое поле, просто тут люди приезжали с палатками, и сейчас это решили сделать немножко в другом формате, в новом. И оказывается, здесь есть пляж, начали завозить туда песок, и на байдарках люди даже катаются. Здесь есть звукозаписывающая студия, вот они ее там строят. Вы приехали на фестиваль или на кемпинг, и такие, пойдем песню запишем. Я вчера только дошла до кровати где-то в четвертом часу ночи, потому что после всех мероприятий мы пошли с ребятами джемить. И это потрясающий опыт, потому что на моей памяти такого подобного не было, прям в таких масштабах, потому что я прям чувствовала ритм, чувствовала своего компаньона. И у меня получилось даже круто поимпровизировать. И всякие мелодии, и аккорды, и самое интересное, эти чуваки гитаристы, гитарилисты, короче, они сказали, Даша, ну ты круто шпаришь. Для меня это было очень ценно слышать, типа, да, я такое могу, да, не только четыреплатных аккорда умею играть. Так, следующий наш лот, это вот такие вот домики. Есть дом Эрики Лудмуен, Нуки. Конечно же, Катя Айова тут тоже жила. Есть дом Моя любимая Лена Швец. Есть еще вот такие ребята, правда, я о них ничего не знаю. Следующий дом называется Чиз Пипл. Здесь, походу, жили мистеры темно-оранжевых закат. Я тоже не знаю этих ребят. Я сначала вчера не поняла, думала, что это Митя Фомин, оказывается, здесь какой-то еще одна фамилия, это Федор Фомин. Я его тоже не знаю. Ну и, конечно, мои любимые The Hatters. Удивительно, что почему-то дома начинаются с номера цифра 2. Типа, где первый дом, где вот этот вот дом, где он тут? Напишите в комментариях, чей бы дом тут стоял, то есть имени кого. А вчера мы, когда выступали на Джейме, Маша мне нарисовала. Вот это я. Клево, классно. В принципе, и все. Тоже еще буду достроить в этом поле дома вот такого типа. Какая, пишите в комментариях, как вам вообще мята, хотели бы сюда приехать на какой-то фестиваль или кэмп. Единственное, одевайтесь потеплее, мы как бы в Тульской области, я еще раз напоминаю вам. Корешкин, это улет. Она показывает, что она приготовила. Да, что, во-первых. Едим дома, крылышко. Крылышко запекла с рисом, да? С риском. Еще, внимание. Грибную пиццу. Надо ее будет сейчас подогреть, чтобы он в сыр опять расплавился. Я в шоке, вот это гостеприимство. Корешка мне показывает вот это вот. Вообще, как бы, сначала я на разговор почему пошел? Кружка. Кружечка у нее такая модная. Мы типа уходили на премьеру фильма, где потом создавали группы земляне. Группы земляне, да. Которые пели «Земля в иллюминаторе». Да. Что еще было? «Возвращение легенды». И тут типа карточки. Вот они, пожалуйста, так. Вау. Не знаю, куда они вернулись. Самое удивительное, что Саша у нас в каком-то моменте жизни, не помню просто какой месяц, покупал за 35 рублей билет на землян. Реально. И это даже был не баг. Потому что они сделали такое промо для своих истинных фанатов. Но вот он купил, а не пошел, к сожалению. Такой контент пропадает. Дальше. А что это? Это хроника. Хроника на армию. Просто тут надо читать. Как это? Они же на это вот деньги потратят. Да. Инстаграм. Потом кусок газеты. Под старинную сделали. Мы земляне. Да, в общем, они там вот, не знаю. Смотрите, кучу есть. CD-диск. Диско. Вау. Ой-ой-ой. Вау. Кориш, это... Я, походу, его реально не открыла. Это топ. Учитывая, что сейчас у меня даже нету CD. А, ну еще от них, короче, календарик на 2022 год. Истинная фанатка земля. Моменты жизни. Аликс нашел на просторах интернета, что сейчас Бургер Кинг делает вопер-пиццу. Мы решили попробовать тоже, вкусно ли или гнусно. Весят полтора килограмма. Ну, слушай, тяжеленькая такая, хорошенькая. Давай, торжественно открываем вопер-пиццу. Вау. А что они не разрезали ее? Просто какой-то огромный бургер. Берон какой-то. Смотри, вон бургер. Стоит это? Сколько? 1250. Почти 1300 рубля. Первый укус. А смотрите, как она мерзка еще. Как тебе? Двишес. На вкус как вопер, да? Да. Ну, когда ты ешь его вот так, это не просто вопер из Бургер Кинга. Это стейк. Юль, поделись своим сокровенным. Мне подарили значочек первый бит в честь трехлетия. Твоей работы. А вот это на первый год подарили работы. А это вот на второй, на третий. Куда носить будешь? Везде буду носить это. И твое, ну, лицо в будущем. Ты ностальгируешь по своему прошлому. По своему детству. А ты хочешь ли я тебе свое лицо в будущем пока? Короче, фотка говорит о том, что ты врос. И не хочешь показывать лицо из будущего. Правильно? Что, ну, нормально, ты не стараешься, понимаешь? Что, ты еще, ну, нереально хочешь взрослеть? Не, блин, я нереально хочу взрослеть. Да. И вошенник ты. Стейс, это не лицо, это глагол. Сталкиваться. Понимай. Да. Слушай, ну, да не три глаза, Наташа, ну, проснись, а уже, да... Ну, проснись, ты просто кричишь на меня. Юль. Мама-кошка. Это твоя мать? Я проехала. Мяу. Сейчас, погоди. Не пугаем кошку. Не пугаем кошку. Смотрите, что ее маленько есть. Ой, какой маленький. Ой, видишь. Какое у нее рецепт. Это лицо. Ну, а если ты любитель такого влогового формата, то напоминаю, что у меня на канале есть целый плейлист с моментами жизни. Обязательно нажимай и смотри. Ну, а также не забудь написать в комментариях, что у тебя новое произошло за это время. Я обязательно все почитаю и поставлю класс. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok